Всем привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня я вам покажу два способа, как сделать санитайзер для рук в домашних условиях. Все очень просто. Рецепты проверены лично мной еще до всей этой эпидемии. Для меня антисептик это неотъемлемый предмет в моей сумочке. Ну что, начнем! Нам понадобится медицинский спирт, у меня это этил 96%, также глицерин, обычный глицерин с аптеки, эфирное масло, несколько капель просто для запаха. У меня это масло чайного дерева. Также нужна перекись водорода 3% и охлажденная кипяченая вода. Нам понадобится также бутылочка с дозатором, мисочка, в которой будем смешивать все ингредиенты и мерные ложечки. Давайте уже приступим к самому процессу. Очень важно соблюдать пропорции. Все пропорции я укажу в описании под видео. Так вот, нам нужно 100 мл спирта. Отмеряю мерной ложечкой. Дальше добавляем 2 мл глицерина. Тщательно перемешиваем. Добавляем 5 мл 3% перекиси водорода и 6 мл охлажденной кипяченой воды. В конце добавляем 4-5 капель эфирного масла. Еще раз перемешиваем и наш спрей готов. Можно переливать в бутылочки. Медицинский спирт в Таиланде имеет голубой цвет, поэтому наш спрей приобретает такой нежный голубой оттенок. Для приготовления геля нам понадобится спирт, гелевая вера, все те же мисочки и мерные ложечки, а также перекись водорода. Нужна также бутылочка с дозатором для геля. Напоминаю, что все пропорции для приготовления санитайзеров указаны в описании под видео. Нам нужно взять 100 мл спирта. Отмеряем мерной ложечкой. Добавляем 5 мл 3% перекиси водорода. Перемешиваем. Также добавляем 15 мл геля алоэ вера. У меня покупной. Я купила в магазине косметики. Если же у вас дома есть растения алоэ вера, вы можете просто перебить блендером гель. Добавлю еще немножечко для получения более гелеобразной консистенции. В этом рецепте воду мы не добавляем, поскольку мы добавляем больше геля алоэ вера. Нужно мешать до получения однородной массы. Так, все вроде получилось. Переливаем теперь в бутылочку с дозатором. И наш гель готов. Видите, такой он густой по сравнению со спреем. Отличается. Теперь очень важный момент. Бутылочку надо хорошенечко взболтать до образования однородной смеси. Вот такие у нас получились антисептики. Разные по текстуре, но по составу немножко похожи. Спрей более жидкий, хорошо распыляется на ручке. Гель имеет кремообразную текстуру. Также хорошо наносится на ручки. Очень удобно. Я думаю, что такие антисептики ничем не уступают покупным. На мой взгляд, даже немного лучше. Ведь в составе этих санитайзеров нет вредных отдушек и красителей. Если вам понравилось это видео и было полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео о Таиланде, а также DIY, которые пригодятся вам в жизни. Спасибо за просмотр. Пока-пока!